Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Достопримечательности Западной Армении, деревня Шах с семью замками. Символ победы и выживания армян, 29-летие освобождения Бердзура. В беседе с Алиевым советник президента США назвал военные передвижения на границе Армении безответственным и провокационным шагом. Азербайджан перебрасывает войска к границе Сюника со стороны Нахичевани. Кубок Карашамп, 40-летний свидетель истории, анимационный ролик в историческом музее Армении. Турция – одна из трех стран с наибольшим количеством заключенных интеллигентов. Турецкие варвары вновь уничтожают армянское цивилизационное наследие. Солисты оперного театра выступят на 29-м международном музыкальном фестивале. Сила Шах была одним из самых плодородных сел Западной Армении. Оно расположено в районе Джезре провинции Шарнак. Сейчас все жители разбросаны по всему миру. Раньше тут звонили церковные колокола, сейчас церковь молчит, деревня пуста. Людям даже не разрешают работать в садах. С тех пор, как турецкий парламент принял отчет миграционной комиссии за 1998 год, согласно которому турецкое государство эвакуировало, сожгло или разрушило почти 4000 деревень в 90-х годах. История этой деревни семью замками восходит к временам Асилийской империи. По всей деревне есть исторические замки, скульптурные водоемы, пещеры, высеченные в скалах статуи, древние каменные ступени, которые являются очевидным свидетельством присутствия тысяч коренных армян с Западной Армении на протяжении тысячелетий. В одном из замков 365 комнат, а каменистые пещеры внутри замка свидетельствуют о важности защиты их до войны. В селе два источника, из одного идет холодная, из другого горячая вода. Когда в 1994 году село Шах было эвакуировано, 80% семей поселились в центре Джизрия. Остальные отправились в Южно-Курдистан или Германию. Около 30 лет назад с помощью советской армии, азербайджанская армия в рамках военной операции кольцо эвакуировало четыре села в Бердадзорском подрайоне Шуши. Все мужчины были задержаны и доставлены в Шуши и Лачин. Анушаван Грикорян, переехавший с семьей из Еревана в родное село и занимавшийся вопросами самообороны, был застрелен в подвале своего дома. Он был застрелен за защиту беременной женщины. В Баку турки убили и замучили заместителя председателя Совета самообороны Бердадзору Арно Макарчана. Спустя год победа нашего народа состоялась. В 1992 году Шуши был освобожден 8-9 мая. Жители Бердадзора вернулись домой 17 мая, а 18 мая турки покинули Лачин и Запуг. 29 лет назад, в этот день, 18 мая, состоялся наш призыв к арцахскому движению Мияцу. Открыть сухопутный путь и облегчено сообщение между Арцахом и родиной. Год спустя мы также освободили территорию, отделяющую Арцах от Сюник. Весь бассейн реки Хакар. 2 декабря 1993 года решением Национального собрания Республики Арцах был создан 7-й район Арцаха – Кашатак, административным центром которого стал Лачин, переименованный в исторический Бердзор. Весной 1994 года в Бердзор прибыли первые поселенцы. До войны 2020 года в Кашатакском районе было 52 общепрозвательные школы. 4 из 54 общин Бердзор, Ковкасан, Мичаван и Воротан были городскими. За прошедшие годы жители Кашатака обработали 25 тысяч и более гектаров земель в регионе. Занимались животноводством, пчеловодством и садоводством. После освобождения появилась возможность изучить историю нашей родины, свидетелями которой являются десятки церквей и часовин, сотни хачкаров и надгробий, замки и поселения, мосты и родники, а также мельницы. Историческое название Кашатак выбрано не случайно. Прошло полгода, как ситуация изменилась, а спустя 30 лет мы снова покинули родину. Надеюсь, мы снова станем хозяевами своей исторической родины, а освобождение Бердзора останется одной из славных страниц истории нашего народа. Советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан провел отдельные телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе телефонных разговоров Салливан подтвердил приверженность США делу установления у мира безопасности и просветания на Южном Кавказе. Он выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что передвижение военных вблизи необъявленных границ является безответственным и провокационным шагом. Он приветствовал продолжающиеся контакты между двумя странами и приверженность двух лидеров мирному урегулированию конфликта, говорится в заявлении Белого дома. По мнению экспертов, Азербайджан готовит удар, который может быть нанесен сразу с нескольких направлений. Наблюдатели зафиксировали переброску азербайджанской военной техники в район Нахичевана. Таким образом, армия Азербайджана будет иметь возможность атаковать армянские территории сразу с двух направлений. На кадрах видеозаписи, которая зафиксировала перемещение азербайджанских войск, были замечены бронетехника, полевая артиллерия и военные грузовики. Очевидно, что все это вооружение может применяться не только для защиты, но и для нападения. Если учесть, что армянская сторона не предпринимает никаких агрессивных мер возле границы, становится понятно, кто готов начать первым. Музей истории Армении представляет Кубок Карашам в рамках Международного дня музеев «40 лет истории». Подготовлено Министерством образования и науки Республики Армения в 2020 году в рамках грантовой программы. Об этом Ньюсэм сообщили в Министерстве культуры. В ролике представлен Кубок, который считается уникальным образцом мира и хранится в историческом музее Армении. Он был найден при раскопках одной из гробниц Среднего Бронзого века в городе Карашам в Котайской области и датируется 22-21 веками до нашей эры. На этом уникальном узоре выгравированы древние ритуально-символические сцены. Пайн Америка, организация, входящая в Международную ассоциацию писателей, заявила в отчете за 2020 год, что Турция была одной из трех стран в мире с наибольшим количеством заключенных интеллигентов. Согласно отчету, прошло годный рейтинг в этом году не изменился. Китай, Саудовская Аравия и Турция – три страны с наибольшим количеством заключенных-интеллектуалов сохранили свое место как в 2020 году, так и в этом году. Согласно отчету, 25 представителей интеллигенции, ученых и писателей находятся в заключении в Турции. Отмечается, что в тюрьмах мира находятся 273 представителей интеллигенции, писателей и академиков. В оккупированном Шуши азербайджанские вооруженные силы частично разрушили многовековое армянское кладбище, сообщает портал «Кавказское наследие» после высокой достоверности оценки. Часть территории на западной стороне дороги, ведущей в город, была выровнена при строительстве комплекса зданий. На большом кладбище, простирающемся по обе стороны дороги, было 96 нагробий 1834-1920 годов и два хачкара XII-XIII веков н.э., в том числе гробницы знатных армянских семей миликов. Напомним, что первые предки варваров появились в районе Шуши лишь через шесть веков после данных княжеских нагробий. На гала-концерте открытия 29-го Международного музыкального фестиваля выступят ведущие солисты Национального академического театра оперы и балета имени Спендериана, Лейпарита Веттисян, Асмик Торосян, Ким Саркисян, Мэри Мофсисян и дирижер Василий Синайски. Как сообщает Армен Пресс, вечер состоится 22 мая в Государственном русском музее Михайловского дворца в Санкт-Петербурге. В художестве руководитель фестиваля заслуженная артистка России Мария Сафарианц. Даре для вас ансамбля кунг Доний Яр. Санкт-Петербурге Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западная Армения». А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Продолжение следует...